Девочка родила в 14 лет Ее ребенка хотят взять на воспитание сразу несколько семей А вот судьба 14-летней матери никого не интересует В квартире нашлось место для бабушки, дедушки и племянницы А сына и его маленькую дочку родители выгнали За что? Они расскажут об этом в суде Ночная кукушка дневной перекукует И еще, извините, детственнику дала проститутка Которая знает, как давать Мама, ну это совсем уже перебор В 30 лет человек попробовал первый раз женщину И не может от этого отлепиться Невестка оказалась профессиональной проституткой И матерью четырех детей мал-мала меньше А кормить их теперь вынуждена свекровь Как такое возможно? Узнаем в суде Истец хочет быть опекуном внучки и правнучки Ответчик, представитель органов опеки и попечительства Иск не признает Вот вы мне сейчас ваше родство Объясните, пожалуйста, чтобы я поняла просто Я Тибунова Галина Михайловна Моей внучке Полиночке исполнилось 14 лет Она сирота Сирота, да Мать умерла несколько месяцев Вы мне сейчас не излагайте, вы мне скажите Я должна установить, кто кому опекуном и попечителем является Вы были ранее назначены опекуном Нет, нет, не была я назначена Я просила, чтобы меня назначили органы опеки Мне отказали Опекуном? Во всем мне отказали Да подождите, дайте я сейчас разберусь Итак, у вас внучка сирота Да Ей 14 лет Вы просили, чтобы вас назначили попечителем Ой, я не понимаю этих терминов Помогите нам органы опеки Дело в том, что внучка и рожденная у внучки Уже правнучка Они отданы под опеку и попечительств вот этой семье А бабушка требует отменить Все, я поняла То есть вы обратились в органы опеки С просьбой назначить вас попечителем В отношении 14-летней внучки И опекуном в отношении несовершеннолетней правнучки Правильно я поняла? Решением органов опеки вам было отказано И в назначении попечителем И в назначении опекуном Вы просите этот отказ Вы его обжалуете И просите его отменить этот отказ И назначить вас опекуном и попечителем Я правильно вас поняла? Органы опеки с вас Доверенность, пожалуйста, на представление интересов Вы у нас третье лицо Вы нынешний опекун и попечитель Данная категория дел у нас рассматривается С обязательным участием прокурора У нас представители прокуратуры присутствуют Благодарю вас, садитесь Пожалуйста, я вас слушаю Я Тибунова Галина Михайловна Моей внучке исполнилось 14 лет Она сирота Мать, моя дочка, умерла Через несколько месяцев она родила ребеночка Полиночка Вот, и я хотела, чтобы меня назначили И опекуном, и попечителем Но мне органы опеки отказали Они отдали моих девочек Филимоновым Я подумала, вроде такие порядочные люди Своих детей нету Будут хорошо относиться к моим девочкам И согласилась Ну, все получилось наоборот Вот сейчас моя Полиночка лежит в больнице Вот скажите, они хоть раз пришли тут А довели они ее до этого Вот я вам Подождите, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Не хватайте сейчас за телефон Подождите, пожалуйста То есть вы считаете, что опекуны не справляются Со своими обязанностями? Нет, не справляются Не справляются Они не умеют это делать и не хотят С такими черствыми душами Разве можно детям детей отдавать? Они же... Дайте мне, пожалуйста, свидетельство о смерти вашей дочери Свидетельство о рождении Ой, я без очкова посмотрите Через судебного пристава Так, проясните, пожалуйста, для суда органы опеки С чем связано то, что девочка в больнице? Дело в том, что мы давно наблюдаем эту семью Ребенок неблагополучный изначально И она любительница погулять, выпить и так далее А в больнице она оказалась по своей собственной вине Потому что она ушла от опекунов погулять И, естественно, пострадала От хорошей жизни ушла? Ну почему от хорошей? Все условия были созданы Они все сделали для этих детей А опека была отдана на маленькую А пострадала? Что вы имеете в виду пострадала? Ее избили А? Ее избили Избили? Да Она была избита В общем, там такая история Значит, у нее появился молодой человек Сейчас, простите Вот из больницы подружка передала Давайте Ну да, у нее появился молодой человек Она думала, что все будет хорошо Он ее продал своим дружкам Ну, естественно, те ее избили Евгения Сергеевна сразу сказала Что им пофиг на меня и на то, что со мной будет Они сказали, что ты можешь пить Ты можешь курить Ты можешь спать с кем ходишь Я перестала ходить в школу Им было пофиг Я перестала ночевать дома Они меня даже не искали Я хотела просто спокойно жить со своим ребенком Я нашла парня Толика А я думала, у нас будет семья Он женится на мне А он в итоге продал меня своим друзьям-наркоманам А те избили меня И вообще, я попросила не просто карманных денег Они сказали, что ты уже большая девочка Ты должна сама их заработать Но я не проститутка Я не хочу ее быть Пожалуйста, не отдавайте меня Филимоновым Они ужасные люди Ваша честь, мы против, конечно, этого иска Потому что мы считаем, что дети были отданы в хорошую семью Там созданы все условия и для большой, и для маленьких Нет, ну, простите меня, какие условия, если ребенок в больнице? Ну, какие условия? Как осуществляется контроль и надзор тогда над ребенком? Ну, если опекуны не могут справиться? Сложная девочка, сложная Нет, ну, какая бы она сложная или простая не была Опекуны не справляются, раз сложный ребенок уходит из дома Ну, всего прошло два месяца Они пытаются наладить контакт с ребенком Дело в том, что они изначально разговоры все спрашивали Спрашивали же у девочки, пойдет, не пойдет в эту семью Она сказала, да, с удовольствием Я тоже ей сказала, что будет тебе лучше, раз у них хорошие условия Конечно, у вас условий никаких И вы все время болеете А на самом деле они отлучили ее от ребенка Это неправда Так, органы опеки, давайте ваше заключение Вы Ваша честь, вы знаете, я уже жутко устала от этой истории И я понимаю, откуда у девочки такие претензии к жизни Постоянная ложь, это все идет от бабушки С моей точки зрения, причина всего этого конфликта – деньги Бабушка теряет деньги на пособие И она с нас требовала 200 тысяч за то, чтобы от нас отстать Так вы это только из-за денег Эти 200 тысяч не такие большие деньги для моей семьи Я прошу вас, папа Но проблема состоит из-за воспаливания Пожалуйста, я вас очень прошу Не делайте предположения, которые вы не можете доказать Меня интересует, почему от вас ребенок ушел А девочка изначально была проблемная Мы это знали, мы пытались наладить для нее Дать ей шанс, чтобы она начала новую жизнь Отдали ее в другую школу Я ей предлагала нанимать репетиторов Для того, чтобы она сдала школу экстерном И смогла поступить в колледж Я ушла с работы для того, чтобы ей помогать Чтобы быть ей, если не мамой, то хотя бы подругой Да, я знала, что она из асоциального общества Все ее друзья Она говорила только матом Даже на свою маленькую Риточку Она может орать только матом Проблема состоит в том, что ее муж утром отвозит в школу Истец Так, давайте, подождите секундочку Давайте так Давайте мы с вами встанем на позицию Что девочка, которая родила ребенка в 14 лет Ангелом не является, ладно? Да, встали на эту позицию Хорошо, пожалуйста Но мне жалко эту девочку, которая далеко не ангел Муж отвозит ее утром на машину В школу Она отсиживает максимум 1-2 урока Как только открываются торговые центры Она сбегает туда Она гуляет со своими друзьями И мы не можем ее найти Пока она не изволит вернуться домой Лишите ее родительских справ Я предложила ее отвезти на парикмахерскую Потому что все деньги, которые я ей даю На карманные расходы Она тратит на выпивку Хорошо, хорошо, давайте так Ну, уже два месяца, конечно С одной стороны, это небольшой срок Я могу с вами согласиться С другой стороны, это два месяца, это показательно Ну, два месяца показательно Вы сами понимаете, что вы вот в этой ситуации Вы не справляетесь с обязанностями Я это прекрасно понимаю Но речь идет о судьбе не только старшей девочки О которой так печется бабушка Но и о младшей Вы не справляетесь Я так понимаю, что молодой маме ребенок крайне интересен Молодой маме ребенок абсолютно не интересен Она к ней не подходит Вы не справляетесь с обязанностями опекуна Никто же не говорит, что если будет отменено опекунство, то вы автоматически перестанете... То есть будет отменено попечительство, вы автоматически будете отстранены от исполнения обязанности опекуна. Это на самом деле не всегда связанные процессы. Ваша честь, я понимаю, я консультируюсь с адвокатом, но мне жалко не только маленькую Риту, но и Полину. Да врешь! Врешь! И стец! И стец! Ну вот ей всего 14 лет. Пока была жива мать, бабушка жила за счет пособия на ребенка и зарплату матери. И хозяйство. Бабушке сейчас не нужна Полина лично. Смотрите, у меня какое хозяйство. Подождите, истец. Полиночка лежит в больнице. Я туда приехала. Если бы бабушка не настраивала ее против нашей семьи, не заставляла ее постоянно требовать с нас деньги, я думаю, что этого конфликта бы и не было. Бабушка считает, что Полине не нужно учиться, что уже поздно. Ну 14 лет девочке. С ребеночком сидеть ей надо. Ну с ребеночком сидеть 14-летняя девочка не может. Ну это не крепостное право, когда она не маленькая. Отец, а почему нельзя учиться в школе-то? Ну а с ребеночком? Ей же хочется. Ну есть кого за ребеночком. Тогда вы простите меня. Вы хотите быть и попечителем, и опекуном. Да, я хочу. Да, но при этом, как опекун, вы с ребеночком не хотите сидеть. А почему? Я буду ей помогать. Я буду ей помогать. И ребеночка нянчить, и... Да, а Полина будет заниматься вашим хозяйством. Как так и было. И хозяйством будет заниматься. А как вы хотите? До того, как Полина пришла к нам домой, у нее было пальто, которое она носила с третьего класса. Вот она носила его как шарф, как что-то, в чем нужно дойти до школы. Она постоянно воровала. Она стояла на учете в комнате по делам несовершеннолетних на комиссии. Она объясняла. Тысяч? Можно покупать по десять пальто? Нельзя. Так об этом и идет речь, что вы не можете ей дать ничего. Так, я поняла вас. Органы опеки, ну что делать-то скажите? Полина, ну, очень тяжелый ребенок, однозначно. Риту в этой ситуации очень жалко. Даже не знаем, как поступить так, чтобы... Мне знать. Нет, вам точно нельзя. Вам точно нельзя. Я их и воспитаю. И сеть, и сеть. Вы уже их воспитали. И сеть, и сеть, и сеть. И сеть, и сеть. Просто если вы отмените попечительство, то ребенку придется отдать в детский дом. А как же отношения с маленькой дочерью? Такая сложная история. Ваша честь, я не понимаю, почему вот бабушка, которая Риту не видела, она о ней ничего не знает. И это ее инициатива. Она ни разу не жаловалась на то, что мы запрещаем ей общаться с внучкой и правнучкой. Она ничего не может дать этому ребенку. Но сейчас она требует органа опеки. Истец, истец. Истец, истец. И мотивирует тем, что у нее есть козы и куры. У ребенка аллергия на лактозу. Уже стала аллергия. А не было. Ребенок родился недоношенной. Мать от недоедания не могла ее нормально выносить. Мы взяли этих детей, сознательно понимая, что это проблемные дети. Ну хорошо, вы считаете, сколько еще времени вам примерно понадобится? Я не знаю. Ну, по году, как минимум, надо же как-то наладить контакт. Но она на самом деле... Я считаю, что для Полины это должен быть хороший... И ума не ваги наладить контакт. Подождите. Я так предполагаю, что Полина не так плоха, как мы все о ней думаем. Я считаю, что для нее это будет хороший урок, и это будет хороший урок для меня. Не скрывать проблемы, то, что девочка постоянно угрожает самоубийством, обвинить нас в том, другом, третьем, что мы ее довели оставить. Вот сейчас все эти проблемы, которые у нас накапливались два месяца, они вскрылись. В жуткой ситуации Полина должна понять, что вот ее так же и будут бить. Раньше ее били любовники ее мамы, теперь ее бьют ее собственные любовники. А что будет с Ритой? Что вы видели вообще? Вот этого я не видела. Мы-то как раз видели. Вот вы-то как раз видели. Зачем вы то, что видела Полина, сочиняйте, я никогда не видела. И я не хочу, чтобы это видела Рита. Так, я вас поняла. Органы опеки, вы считаете, что... Бабушки нет. Бабушки нет. Однозначно. И ей нельзя. Суд удаляется для принятия решений. Далее в программе. Заморучил его кто-то, что ли? Вот там дышит, как зомби. Это моя жена, это мой ребенок. Да ты с ума, что ли, сошел? Я не пойму. Как ты можешь такую ситуацию еще иронизировать? Родители заявили сыну, чтобы его дочка не смела появляться в их доме. Они готовы даже выкупить его часть квартиры. Что не так с ребенком, узнаем в суде. Ночная кукушка дневной перекукует. И еще, извините, детский не худала, проститутка, которая знает, как давать. Мама, ну это совсем уже переборит. 30 лет человек попробовал первый раз женщину, не может от этого отлепиться. Сын женился и объявил матери, что она разом стала бабушкой четырех внуков и обязана теперь заботиться о детях. Но не сдавать же малышей в детский дом. Суд оглашает решение, принятое по деду. Суд, заслушав исковые требования, самозражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опротив третье лицо решение, принятое, в отношении которого может затрагивать его законные права и интересы, а также, проведя процесс с обязательным участием прокурора, рассмотрев все представленные документы и доказательства, основания для удовлетворения заявленных исковых требований не находит. Суд оставляет в силе решение, по которому истцу было отказано в назначении ее опекуном и попечителем. Суд также не отменяет ранее состоявшееся решение, по которому третье лицо было назначено опекуном и попечителем. Суд не отменяет тот отказ, который ранее органы опеки и попечительства вынесли в отношении истца, поскольку суд считает, что условия, в которых в настоящее время находятся подопечные, соответствуют всем требованиям, которые предъявляются к нормальному воспитанию, физическому, духовному и нравственному развитию детей. Со стороны опекунов и попечителей какого-либо виновного поведения органы опеки не выявили, и органы опеки считают, что опекуны и попечители в одном лице в данном случае добросовестно пытаются исполнять взятые на себя обязанности. Суд также не удовлетворяет заявленное СКВ требование об освобождении опекунов и попечителей от обязанностей исполнения опекунских и попечительских обязанностей, потому что судом установлено, это подтверждено заключением органов опеки и попечительства, что достаточно сложный. Такой ситуации, которая сейчас возникла, опекуны справляются, как опекуны и попечители справляются с возложенными на вас обязанностями, поэтому пока оснований для отстранения вас от исполнения обязанностей у суда нет. Но если ситуация не переломится в этой, да вот она как бы не изменится, то, скорее всего, от опекунства вас придется отстранить. Я не уверена, что, простите, от попечительства вас придется отстранить. Я не уверена, что это автоматически там будет связано с отстранением от обязанностей опекуна. Но, скорее всего, вот если просто ситуация не поменяется. Истец, вот рыдать можно, но за пределами здания суда. А в суде нужно выстраивать свою позицию. И пока, кроме всхлипывания, я каких-либо, понимаете, полновесных, хороших доводов не услышала. Кроме того, что вы еще успели сказать между слезами о том, что нечего ребенку ходить в школу. Вот это на самом деле, вот из всего того, что вы здесь рыдали и говорили, это, наверное, явилось самым существенным. Она закончила начальную школу. Так, понятно. Восемь классов она закончила. Так, суд огласил свое решение, дело закрыто. Спасибо. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Несогласна я. Я, знаете, куда? Я никуда ходить не буду. Я президенту напишу. Несмотря на сложную ситуацию, мы попытаемся помочь опекунам найти точки соприкосновения с девочкой. А мы просто рады, что этим детям дали еще один шанс зажить нормальной жизнью. Несмотря на желание их бабушки. Обнаглевшие любовницы и обманутые жены. Это мой муж! Тебя нету, мужа. Успокойся. Женщин, которых предали, это страшная вещь вообще. Брошенные дети и украденные деньги. Да встань ты от меня! Уже подавись моими деньгами! Летом особенно жарко в Бишкеке. Рот свой закрой, не разговаривай вообще, змея! Минске. Да молчи ты сказал! Москве. Да мне плевать на ваше законодательство! У меня ребенок один растет! Наши судьи восстановят справедливость, чего бы им это ни стоило. У меня тоже эмоции. Она врет, которые я сдерживаю. Пока. Смотрите каждый будний день трехчасовой судебный марафон на нашем телеканале, чтобы не стать жертвой и защитить своих близких. Ваша честь, пома на моей стороне. Спасибо вам огромное. Я не на вашей стороне, я на стороне закона. Истец требует вселить в квартиру его и малолетнюю дочь. Ответчики против иска возражают. Я вас слушаю, истец. Здравствуйте. Я прошу, чтобы суд удовлетворил мой иск о вселении в квартиру моих родителей. Но на данный момент я являюсь законным, я должен там жить, понимаете? У меня треть этой квартиры, она в моей собственности, и я в ней зарегистрирован. Я ушел из дома, наверное... Простите, пожалуйста, то есть получается, что квартира находится в долевой собственности? Да, то есть получается... Вам принадлежит одна третья, и одна третья вашей маме, и одна третья папе. Я ушел из дома где-то полтора года назад. Из-за свадьбы я женился и удочерил дочь моей жены, Бредневу Анну. И на данный момент у меня некоторые проблемы в семье. Моя жена, она сейчас находится в тюрьме. И нам просто с дочкой, нам негде жить, понимаете? Квартира, мы жили в съемной квартире, которую оплачивала жена, а я студент на дневном отделении, мне как бы нужно заканчивать образование. И у меня буквально в той квартире осталось считанные недели до выселения. И я понимаю, что единственным моим выходом является вселиться в квартиру родителей. Простите, пожалуйста, а вы говорите, моя несовершеннолетняя дочь, это вы кого имеете в виду? Это ваш ребенок? Я ее удочерил. А вы удочерили в официальном порядке? Да, 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 в официальном порядке и полностью считаю ее своей дочерью. Я вас прошу, Пашу. Дело в том, что, понимаете, я изначально была против этой женитьбы, но и когда все... Ответчик, простите, пожалуйста, никакого значения не имеет, против чего вы были. Да дело в том, что, понимаете, он же хороший, талантливый мальчик. Ему надо жить и заниматься своими делами. У него вот грамоты, он в математике силен очень. Ответчик, давайте по существу. Хорошо, по существу. Я против того, чтобы туда вселялся какой-то чужой ребенок, который не имеет ко мне, он не имеет никакого отношения. Ответчик, значит, давайте так уточним мы с вами. Вы не против вселения самого истца? Да. Пусть селяется и проживает. Причем здесь какой-то посторонний ребенок, я второй раз... Ответчик, ответчик, на сегодняшний день истец является юридически отцом ребенка. Да, истец не биологический отец, но юридически является отцом ребенка. Нам просто некуда. У нас, понимаете, нужно по головам нам ходить, что ли? У нас 54 квадратных метра. У нас живет, я живу, муж живет. И сейчас мы перевезли из Кострому моих пожилых и очень уже нездоровых родителей. Вот у меня есть медицинские документы, как себя мама с папой чувствуют. У меня все есть. Скажите, пожалуйста, а вы перевезли родителей. Вы что, их поставили на регистрацию? Временная регистрация, конечно. Истец вообще как сособственник, без которого вы приняли такое решение. А вы представьтесь... Да слушайте меня. Имеет право требовать, ставить вопрос о выселении всех ваших родственников. Ну смотрите, мы оценили квартиру, мы готовы выкупить его долю. Вот такой вариант, почему он не хочет рассматривать. А куда я на эти деньги заселил? Два миллиона семьсот тысяч ты получишь на руки. Ты можешь снимать квартиру, пока не выйдет твоя супруга. То есть не убьет еще кого-нибудь. Что значит снимать квартиру? Может быть я могу как-то встать на ноги вашего... Неужели ты не хочешь пойти на диалог со мной, восстановить отношения? Да, с тобой, ради бога, чужого ребенка с непонятной генетикой... Она не чужого ребенка, она мой ребенок, мой. Нет. Ну как ты не можешь этого понять? Потом ни с чем оставит. Выйдет еще эта мамаша уголовная и будет претендовать на какие-то квадратные метры. Нет, отвечик. Дело в том, что супруга из Сани может претендовать не на какие-то квадратные метры. Ну то есть по закону он имеет право чужого ребенка притащить в мой дом, что он не чужого, отвечик. Почему племянница, допустим, занимает моя? Неужели она тебе ближе и роднее, чем я? Да нет, она временно живет, она сейчас получит в общежитие и съедет. Но это не повод тащить чужого ребенка. Ответчик, ответчик. Вот он не чужой ребенок, неужели ты не можешь понять? Ответчик, с формальной точки зрения, юридически истец является отцом ребенка. Да это какой-то вообще, я не знаю, как заморочил его кто-то, что ли? Вот толдычит, как зомби. Это моя жена, это мой ребенок. Да ты с ума, что ли, сошел? А как ты можешь такую ситуацию еще иронизировать? Ну серьезно, мы решаем тебе серьезные вопросы. Ну ты действительно невменяемый какой-то стал, как связался с этой... Ответчик. С кем? А может тебя надо обследовать? Может и слабоумные растут до чужого ребенка? Так вот как вопрос. Это все возражения у вас. Ответчик, это все возражения. Я просто не понимаю, как можно в здравом уме удочерить ребенка и тащить его в квартиру московскую. Ты не знаю, что с тобой обследовать точно надо. Дело в том, что несовершеннолетние дети вселяются в качестве членов семьи своих родителей. И только в отношении несовершеннолетних детей закон сделал оговорку, что несовершеннолетние дети вселяются как члены семьи своих родителей без согласия других собственников. Но она ему не ребенок. На мне ответственность за Аню, и я ничего не могу делать. Подождите, вы же можете договориться. Вот мне так кажется. Я вынесу решение. Но дело в том, что если сейчас хотя бы, чтобы ваши родители поняли, может быть, они вам деньги просто дадут на аренду квартиру. Знаете, конфликт, который у нас происходит ежедневно, ежечасно, не с вами, с другими семьями, когда люди живут в стесненных материальных условиях. И вот они бесконечно между собой конфликтуют. Родные и близкие люди. Бесконечно. Вы хотя бы поинтересуйтесь один раз, сколько за ночь в Москве раздается звонков ОВД. Когда выезжают на такого уровня конфликта. Так, ответчик. У вас все, истец? Да, у меня все. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Ночная кукушка дневной прикукует. И еще, извините, дедственнику дала проститутка, которая знает, как давать. Мама, ну это совсем уже перебор. 30 лет человек попробовал первый раз женщину, не может от этого отлепиться. Невестка оказалась профессиональной проституткой и матерью четырех детей мал-мала меньше. А кормить их теперь вынуждена свекровь. Как такое возможно, узнаем в суде. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСАП, признание частично иска ответчикам и возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев данное дело в присутствии прокурора, заявленные исковые требования удовлетворяют в полном объеме и выносят решение о вселении ИСА и его несовершеннолетней дочери в квартиру. Суд также выносит решение об обязании ответчиков не чинить ИСУ и его несовершеннолетней дочери препятствий в пользовании квартиры. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что квартира находится в общедалевой собственности ИСА и ответчиков, что подтверждается свидетельствами о праве собственности и выпиской из реестра. Истец, будучи собственником, со собственником в квартире, правы совместно с ответчиками владеть, пользоваться и распоряжаться данной квартирой, и никто не вправе ему в этом препятствовать. Ответчики не вправе препятствовать в пользовании квартиры и несовершеннолетней дочери ИСА, потому что ребенок имеет право пользования в данной квартире по месту жительства своего отца, как член его семьи. Суд разъясняет, что усыновленные и дочеренные дети приравниваются в личных, неимущественных и имущественных правах к родственникам по происхождению в ответе с правилами статьи 137 Семейного кодекса Российской Федерации. Суд разъясняет, что проживание в квартире иных совершеннолетних лиц, кроме сособственников, возможно только с согласия всех сособственников квартиры. В данном случае я еще раз обращаю внимание, что вот истец, я не знаю, очень надеюсь, что он не будет этим пользоваться, но просто вот он имеет право подать иск о выселении всех других родственников, которые временно у вас проживают. Понимаете, в чем дело? То, что касается выкупа доли, то тоже надо смотреть конкретно по обстоятельствам дела. Рассматривается ли одна третья доли как малозначительная, тогда вы вправе требовать так называемой принудительной, как это не покажется странно, принудительного выкупа этой доли. Но это уже другая судебная процедура, она зависит от очень многих обстоятельств. Я надеюсь, что может быть, когда вы выйдете из этого зала, вы через компьютер, либо другим способом найдете время для себя почитать, что такое малозначительная доля, как она рассматривается, расценивается судом, и как можно заставить другого сособственника фактически вынужденно ее продать. Спасибо большое. Но это не является предметом данного судебного заседания. Таким образом, естественно, вы получите решение о вселении в квартиру вас и вашей дочери, а также не о чинении препятствий со стороны ответчика в пользовании указанной квартиры. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Спасибо. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Меня немного насторожило, что в конце суда матери намекнули на какой-то способ моего выселения, однако в целом результатами я доволен и надеюсь, что в таких тесных жилищных условиях мы хотя бы сможем найти общий язык. Я очень расстроена тем решением суда, которое вынесено. Ну, конечно же, не в мою пользу. Но я получила очень ценную информацию и буду дальше ее искать, чтобы каким-то другим способом не допустить чужого ребенка в свой дом. Вы знаете, что делать, если ваш ребенок совершил преступление? У них вместо погремушки граната, игрушка, автомат. Вы хотите получать алименты, даже если у отца ребенка нет доходов? Ни одной копейки я не видела от тебя. Ну, разве деньги в дело? Оказывается, изменился закон о суррогатном материнстве. Это важно. Я родила, я мать, я его два дня кормила. Мне не важно вообще, чтобы это, блин, в договоре написано. Это мой ребенок. Специально для вас работает бесплатная юридическая консультация программы «Битва за будущее». Я сына своего защищаю, понятно? Мы защитим ваших детей. Так, пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, дело в том, что я хочу подать алименты на своего сына, Полоскового Сергея Валерьевича. Он всю жизнь воспитывал, и теперь уже алименты. Пожалуйста, дай мне слово сказать. В общем, по его вине я сейчас веду очень, как говорится, нищенское положение у меня. Дело в том, что примерно полгода тому назад он приводит мне Пудову Любовь Александровну и говорит, это моя будущая жена, подожди. В общем, он приводит и говорит, мама, у тебя будет внук, будет беременна, пропиши Людочку. Я прописала. Говорю, ну, с таким условием проверим. Твой сын или не твой. В итоге, пока они сыграли свадьбу, извините за выражение, и она приводит мне еще четверых детей. Получается, то есть четверых детей. Она приводит мне двоих... И всегда хотела внук, такая разница. Ответчик, дайте мне возможность. Приводит двоих близняшек и приводит еще старшую дочь. Вы думаете, они с ней жили? Нет. Дочь жила с отцом, первая старшая, потому что все дети от разных отцов. Два ребенка находились в интернате. Родила она, я прошла суды все, доказала, что ребенок не наш. Он к Сереженьке отношения вообще максимум не имеет отношения. Я, в общем, подаю суд, чтобы их выселили. Простите, да, я тогда помню, да, исковые требования снятия с регистрационного учета. Да, вы решением суда снимаете. Но этот Аболтус умудрился младшего усыновить. Сына своего Аболтуса назвать? А он остался у нас, в общем, на жилплощади прописан, на нашей площади, на моей, на нашей, вернее. Не на моей, на нашей, общей, потому что две третьих моих, одна третья его. Но после суда Аня Людочка, как говорится, ночная кукушка дневной прикукует. И еще, извините, детственнику дала проститутка, которая знает, как давать. Мама, ну это совсем уже, о моей личной жизни, вот так вот, на улице. И с сексом уже в головах по вашему кругу. И с секс, и ответчик. Ой, простите, пожалуйста, ну сил нету. Ну сколько можно с ним ругаться, сколько ему надо убеждать, что человек... Отвечик, я вас удалю, удалю. Извините, пожалуйста, Ваша честь. 30 лет человек попробовал первый раз женщину, не может от этого ответить. И с секс, ну пожалуйста, я вас прошу. Ну извините, ради него, ну нету, нету мочи говорить больше сил. В итоге они уходят на квартиру, снимает он квартиру, они живут на квартире. В итоге Людочке-то хватило всего на неделю. Через неделю она сбегает, оставляет ему малолетнего Максимку и этих двоих, двойняшек. Хорошо, старшую дочку опять отец забрал, слава тебе, Господи. Он, значит, покувыркался с этими детьми. А тебе лишь бы поверодствовать. Покувыркался с этими детьми, ты, извини, еще не мужчина даже. А он истец, истец. В итоге он, в общем, покувыркался и приходит и говорит, мамочка, на время возьми детей, пока Людочка работает. А куда вы думаете, она вышла? Опять на панель. Опять истец, ну, пожалуйста. Ты что, знаешь? Люди добрые показали, где она работает, на панель. А детьми, я вас штрафую на тысячу рублей. В итоге, в общем, он мне приводит, говорит, мам, на неделечку Людочку нахожу, возвращаю ее к себе в гнездышко и будем жить по этому. В итоге уже затянулся это на три месяца. Детей кормить надо, одевать, обувать. Младшему диетическое питание, потому что он, это, искусственник стал. Питание сейчас детское сколько стоит? У меня вот есть справка, у меня всего 20 тысяч пенсия, 19 тысяч 950 рублей. То есть получается, что сейчас все трое детей? Все трое на моей шее, понимаете? Чего боялась, того и нарвалась. Я, в общем, привязалась к этим детям. Скажете, почему вы их не отдадите в детский дом? Эти младшенькие, старшенькие ходят, в глаза заглядывает бабушка, больше не отдавайте нас в интернат. Мы намучились, мы знаем, что такое интернат. Там их бить будут. И младшего куда? Он в детский дом малютки отдам. Не могу. Я единственное, что прошу, пусть они мне платят алименты. Я буду их содержать, я буду за ним ухаживать. Пусть они не мои внуки, но я выращу. Из них людей сделаю, чтобы проститутки не росли больше. Естественно. Ответчик, скажите мне, вот теперь вы мне можете что-то сказать? Ваша честь, люди добрые, ну поймите, ну... Послушайте, здесь милость сегодня никто не подает. Господи. Ваша честь, я с иском моей мамы не согласен. Стоп, не на вопрос. Скажите, пожалуйста, трое несовершеннолетних детей находятся сейчас на полном иждивении истиции. У мамы, да, у меня. Вы помогаете материально? Содержите детей? Я стараюсь помогать, но поймите, Ваша честь. Сейчас такая ситуация. Нет, нет, нет. Он за три месяца ни копейку они мне не дали. Понимаете, ни копейку. Естественно, молчите, молчите. Доказывайте, что вы деньги даете. Вот, Ваша честь, я даже могу предоставить документ, что у меня справка с заработной платой. И для определения денег по пособию по безработице. Да я не об этом говорю. Да мне это не волнует. Весец. Я сказала, молчите. Прошло три месяца. Вы можете мне дать хотя бы один чек, из которого бы следовало, что вы что-то купили детям? Чек нет. А что можете? Только на слово. Да ничего ты не давал. Какое на слово? Ты хоть копейку в дом принес? Ты всю квартирку содержишь, чтобы она к тебе пришла. Не придет она к тебе. Не придет. Есть их на самом главном месте. А ты кто? Тебе все, мама с этим святана. Ответчик, ну ответчик. Ну вы мне скажите, почему ваша мама должна содержать детей? Ну почему? Ну с какой стати? По доброму слову. У меня был с ней уговор, что я найду. Неделя. Я что, неделя. Ответчик, нашли жену? Я нахожу работу, я ей все отдаю. Ответчик, нашли жену? Вам сколько нужно времени для поиска? Неделя. Мне нужна неделя для поиска работы и моей жены. Потому что жену уехала на заработки. Да три месяца он ее ищет. Три месяца уехала на заработки. Жену уехала на заработки. Естественно, на самом деле, мне так скучно с вами разговаривать. Правда. Естественно, логически будем рассуждать. Наши алименты выплачивают лица, которые обязаны их выплачивать. Называется алиментные отношения. То есть это как бы люди, которые хоть какое-то отношение к детям имеют. У нас ответчик имеет отношение только к одному ребенку. К двоим они для него посторонние. Понимаете, в чем дело? Поэтому как с него требовать в судебном порядке деньги на посторонних детей? Ну, я-то не знаю, надо какое-то постановление вынести, чтобы эту людочку найти в конце концов. Нет. Нужно идти в органы опеки и ставить вопрос о лишении мамы родительских прав. Тогда вы можете просить органы опеки назначить вас опекуном по отношению к этим детям. Следовательно, заключить договор на выполнение функции опекуна, получать деньги. И по договору получать пособие на каждого из подопечных. Размер пособия на каждого будет составлять 16 тысяч с чем-то рублями. Понимаете? На каждого, да? После того, как вы это сделаете, нужно ставить вопрос о лишении родительских прав в отношении самого маленького ребенка. И вашего сына, и его мамы. И кроме того, вы когда пойдете в органы опеки, учитывая, что местонахождение мамы неизвестно, что дети на самом деле не находятся в интернате, а проживают совместно с вами, я думаю, что они достаточно быстро оформят временное опекунство, чтобы вы смогли получать деньги. Ответчик, я вам перспективу нарисовала, да? Пока вы там занимаетесь поисками, успешными, безуспешными, мама будет лишена родительских прав. Точно так же будет ставиться вопрос о лишении мамы в отношении третьего ребенка, но точно так же и вас, ответчик. Потому что ваша первейшая обязанность, если вы усыновили ребенка, это в первую очередь заниматься его материальным содержанием. Вы этой обязанности не исполняете. Я исполняю эту обязанность, потому что сейчас есть некоторые определенные временные трудности, когда просят с мамой подчеркнуть человеческий смотришек. Понимаешь? Все, суд удаляется для принятия решения. Ты глупый, что ли, совсем, да? Тебе вот всю жизнь, я мама исполняла. Ну не найдешь ты ее, не найдешь, брось. Вернись ко мне, давай мы будем содержать твоих детей, вернее, не твоих, мы же этой ш... будем вдвоем содержать. С жизнью половой в 30 лет начал заниматься. Все деньги, которые ты тратишь на квартиру, мы будем тратить на этих детей, пока мы не оформили опекунство. Я тебе не лишу родительских прав. Прошу всех садиться. Ну только вернись ко мне. Домой, ко мне. Он не для такой бабушки. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования СА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев документы, выиски о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, отказывает. Суд не взыскивает с ответчика алименты на содержание несовершеннолетних детей, фактически проживающие с истцом, поскольку в соответствии с правилами части 1 статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации, родители обязаны содержать только своих детей. В данном случае ответчик не является отцом этих детей, и местонахождение матери не представляется возможным установить, то, следовательно, у ответчика в отношении детей нет алиментных обязательств, поскольку нет обязанности родителя. В этой ситуации вы не являетесь лицом, в пользу которого можно по нашему действующему законодательству взыскать алименты на содержание детей. Ну, я вам объяснила примерно шаги, которые вам необходимо присушить. Это как со мной же деломать. Дети сейчас у вас находятся на незаконных основаниях, вам нужно идти в органы опеки, объяснять ситуацию, которая возникла, просить их помощи, просить, чтобы они назначили вас временным опекуном, но я вам все разъяснила, что вам необходимо в этой ситуации делать. А сейчас они мне их не отнимут, потому что я не могу их задать, они моими. Я не думаю, вы знаете, я не думаю, сколько уже... Вдруг я пойду по возрасту, скажут, нельзя, нельзя... Истец, у нас органы опеки всегда исходят из интересов детей, поймите, пожалуйста. Поэтому я думаю, что... Ответчик... Возвращайся, возвращайся, будем вдвоем воспитывать детей. Я их уже отдать не смогу. Лишь бы меня до крышки довести. Да, конечно, до крышки. Человекам ходить. Всю жизнь я тебя человеком ходил. А я все, что я решение дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Мы эту Шу... Людочку лишим родительских прав, а Сережу, своего сына, я все-таки уговорю, может, он вернется ко мне, и мы вместе будем воспитывать этих детей. Я никогда не знал, что моя собственная родная мама может поступить вот так, как она поступила. Я, как и в прошлый раз, все равно добьюсь справедливости. Вы думали, так не бывает? Вы зверье! Так нельзя поступать! Вы надеялись, что все обойдется? Это не справедливо, ловите. Раньше надо было думать. Вам казалось, что этого никто не узнает? Да при чем этот аборт вообще? Это к делу никакого отношения не имеет. Страшные личные тайны раскрываются в залах этих судов. Билли? Била. Дети? Она чужого человека называет мамой. Я ей должна объяснять, что вы ее мама. Деньги? Перебивать в суд – это очень дорого. Тариф судебный – тысяча рублей слова. Секс? Это даже голос немой, я вообще так не кричу. Вот этого спросите. Судебное лето на нашем телеканале в самом разгаре. Забери свою эту! Забирайся, сломас! Заберайся! Заберайся! Редактор субтитров А.Захарова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok